Друзья, всех приветствую на очередной торговой сессии вторника. У нас на календаре 16 ноября. Мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Итак, давайте разберем наш стандартный набор инструментов. Начнем, как обычно, с индекса S&P 500. S&P 500 продолжает двигаться в восходящем направлении. Пока что мы не пробили глобальный максимум и вчера, как видим, цена дала небольшую коррекцию. Если вы сейчас находитесь не в рынке и хотели бы присоединиться к текущему движению, я рекомендую вам не покупать с текущих позиций, поскольку цена находится между максимум и минимум вчерашнего дня, лучше будет подождать более выгодных позиций. Выгодная цена для покупок будет в случае восходящего движения при перебое сегодняшнего локального максимума, это котировка 46.86, либо при трехсоставном движении в нисходящем направлении примерно до уровня 46.56. Вчера немножко мы буквально не достали до уровня минимальной коррекции 46.65, но тем не менее сейчас этот уровень, наверное, уже не стоит рассматривать как ключевой, а лучше все-таки подождать более глубокого снижения по данному активу. Цели в восходящем направлении у нас остаются неизменными пока что, это у нас верхняя зона ликвидности 47.18, 47.33 и внутри лежащий циклический целевой диапазон. Поэтому продолжаем глобально смотреть влог. Идем дальше, евро-доллар. По евро-доллару внезапно вчера продолжилось нисходящее движение, причем видим, что в принципе в недельном отношении движение было достаточно волатильным, таким очень интенсивным и даже практически бескоррекционным. В итоге мы оттестировали верхнюю границу циклического диапазона, сделали небольшую коррекцию в 25 пунктов и сейчас пока что цена планирует дальнейшее снижение. Что мы будем с вами делать? Покупать сейчас слишком рано, продавать уже откровенно поздно, ну или по-другому дорого. Поэтому основная идея будет для нас это дождаться коррекции, дождаться выгодных цен для того, чтобы купить. Соответственно, 1.14.10, 1.14.32, 1.14.51 это три котировки, на которые нам указывают предыдущие размерности. Любая из этих размерностей может выполниться и увести нас дальше в нисходящем направлении. Тем более, что цель в нисходящем направлении есть. Это 1.12.43, 1.12.80. Поэтому то, как вы будете действовать, зависит от вашего стиля торговли. Что конкретно буду делать я? Я возьму свой рабочий объем и распределю его на несколько уровней. В том числе на уровень минимальной коррекции 1.14.64. Здесь будет самый большой объем. Мы уже после того, как произойдет коррекция от какого-либо ключевого уровня, будут перетаскивать сделки в безубыток, либо наращивать дальше позицию кушок. В любом случае, пока что здесь покупать я не планирую. Судя по тому, как идет цена, уйти мы можем вниз еще больше и гораздо бодрее. Что, наверное, не совсем свойственно фундаментальному анализу. Потому что большинство экспертов уверены, что доллару именно суждено обесцениться практически. Но, тем не менее, сейчас мы имеем вот такую картинку, поэтому придерживаемся такого плана. Идем дальше. Фунт-доллар. Фунт вчера провел день во флете, в отличие от евро. Не было практически никакого движения. Сейчас мы тестируем уровень минимальной коррекции. Но и судя по тому, что практически нет никакой реакции на этот уровень, предположу, что все-таки здесь мы пойдем в основное движение в лонг. Но ближайшая цель по лонговому движению у нас находится на уровне 1.35.17. Это уровень глубокой коррекции, который к тому же еще лежит внутри циклического диапазона. Поэтому, если вы здесь находитесь не в лонгах и не в шортах, то я рекомендую вам немножко подождать. Ну, по крайней мере, до прояснения какой-то ситуации. Ну, а вот от этого уровня 1.35.18 можно уже пробовать продавать в среде продолжения нисходящего движения. Глобально же у нас идет составное движение в восходящем направлении. Я думаю, что это движение носит какой-то коррекционный характер. Но если вдруг оно будет продолжено, то у нас с вами будет возможность присоединиться к этому движению. Пока что здесь тренд у нас именно подходящий. Поэтому мы будем основные идеи рассматривать именно в шортах. Идем дальше. Доллар японская иена. Доллар японская иена немножко залип во флете. Была попытка сегодня пробоя локального максимума пятниц, а именно котировки 114.305. Но, видим, эта попытка не удалась. Поэтому сейчас фактически мы находимся в небольшом плетовом диапазоне. И основной идеей для нас будет это продажа доллара по отношению к иене с целью в нижней границе данного плетового диапазона. Здесь можно также себе пометить циклический диапазончик. Это у нас будет 113.753, 113.702. Собственно, к этим целям мы и будем рассчитывать, что у нас цена пойдет. Ну а в дальнейшем будем уже смотреть по факту, что будет происходить. Если же с текущей позиции мы пойдем в восходящем направлении, будем закрепляться выше верхней границы блатного диапазона, тогда будем покупать. Но, обратите внимание, при покупках у нас с вами достаточно много целей сверху осталось неотработанных. Это и часть зоны ликвидности, и какие-то срочные, краткосрочные диапазоны. Поэтому здесь нужно выбрать, к чему же мы будем стремиться. И я рекомендую выбрать нижнюю границу верхнего диапазона ликвидности 114.727. Вот этот ориентир держим для себя. И если открываем лонговые позиции, то по достижению этих целей, соответственно, фиксируем часть прибыли, остальное переводим в безупыток. Ждем какой-то полной отработки. Либо же фиксируем вообще полностью позицию. Идем дальше. Доллар канадец. Надеюсь, все вчера дотерпели. Доллар канадец, мы ждали, что он скорректируется до уровня минимальной коррекции. Видим, так и произошло. Поэтому сейчас мы смотрим здесь исключительно в лонг. Была у нас попытка ложного пробоя, но после этого мы лишь подтвердили наши догадки о том, что здесь все-таки восходящий тренд. Потому что нарисовали разворотный квадрат на восходящем направлении. Сейчас мы ждем достижения ценой цели 1.2663-1.26970. Это циклический целевой диапазон. Ну и плюс видим, что структурная размерность нас плюс-минус приводит сюда же. Поэтому мы будем ориентироваться на такой сценарий. Потенциал весьма неплох. Порядка 140 пунктов. Так что поддерживаемся именно такой идеей. Идем дальше. Доллар франк. Доллар франк вчера не сделал, к сожалению, необходимой коррекции. Не оттестировали мы никакой уровень. Поэтому здесь не знаю, как вы, а я нахожусь вне рынка. Продолжается восходящее движение. Ближайшая цель теперь у нас находится... Точнее, до сих пор находится в районе 0.29-929-0.93-100. Но теперь у нас появилась еще одна цель. Она локальная. Относительно последнего восходящего движения. Но тем не менее находится немножко дальше среднесрочной цели. Ну, такое бывает. Ничего страшного. В любом случае себе ее отметьте. Это 0.9384-0.93-308. И, соответственно, после того, как мы уже достигнем вот этой группы целей, здесь можно будет поговорить о том, чтобы словить какую-то коррекцию. Но пока что здесь явно восходящий тренд. Более того, очень молодой, начавшийся по окончанию... ...сходящего тренда. Так что не думаю, что в ближайшие дни что-то кардинально поменяется. Смотрим. Лонг. Австралийс доллар. Как мы с вами вчера и говорили, произошла отработка дивергенции. Полностью мы ее отработали. Все замечательно. Сделали небольшое коррекционное движение. Но, как видим, пока еще не оттестировали уровень минимальной коррекции. 0.73299-0.73-0.94 наши цели по коррекции. От этих целей, соответственно, смотрим лонг. Ближайший потенциал у нас 0.74456-0.74602. Но обратите внимание, здесь есть еще одна цель. А это именно полная отработка дивергенции. Так уж получилось, что эта цель практически совпадает с пивотом. Поэтому отсюда могут быть какие-то реакции и коррекции цены 0.73891. Так что, пожалуйста, имейте это в виду при построении ваших торговых планов. Ну а пока что мы именно по такому сценарию смотрим именно лонг. Идем дальше. Новозеландец. Новозеландец вчера прекрасно оттестировал уровень минимальной коррекции. Видим, что практически была выполнена размерность. Оттестирован зеркальный уровень. Так что все, в принципе, здесь было в свет для того, чтобы совершить сделку. И надеюсь, вы ее совершили. А меня сгубила вчера жадность. Я поставил ордер отложенный немножко повыше. Ждал, что все-таки мы полностью отработаем вот эту размерность. И в итоге мой ордер так и не зацепился. Так что по этой валютной паре я сейчас нахожусь вне рынка. А чего ждать сейчас? Обратите внимание. У нас цикл, в принципе, тренд нисходящий. Мы выполнили коррекционное движение. Оттестировали уровень минимальной коррекции. Упали вниз. Оттестировали уровень поддержки. Оттестировали еще один уровень поддержки. Но пока что цена не высказывает каких-то идей, каких-то пожеланий продолжить восходящее движение. Поэтому рискну предположить, что сейчас у нас здесь продолжится нисходящее движение. А посему с текущих позиций покупки носят достаточно активный характер. Если вы находитесь здесь вне рынка по покупкам и продажам, я вам рекомендую оставить пока что на время эту пару. И не трогать ее, поторговать какие-то инструменты. Поскольку, во-первых, если вы сейчас зайдете в покупки, да, это будет, с одной стороны, правильно, потому что мы оттестировали уровень поддержки. С другой стороны, при исходящем тренде заходить в покупки, при том, что ближайший потенциал, он откровенно очень маленький. Буквально 27 пунктов, то есть у вас есть 20 пунктов. Поэтому, наверное, такие сделки свеч не стоят. Если уж вы прям совсем хотите зайти в бай, то я вам рекомендую дождаться, когда будет пробить сегодняшний шивод. Это 0.70636. И после этого уже можно будет присоединиться к крылом в движении. Здесь будет более понятная ситуация, именно повышение волнового уровня. Так что, в принципе, вот такой сценарий еще как-то более-менее смотрится. Ну, а в шорт мы с вами сможем зайти в следующий раз, только при тестировании нашего целевого диапазона и ключевого уровня 0.71.127. Что касается дальнейших целей в нисходящем направлении, 0.69.810, 0.69.873. И целевой диапазон, он краткосрочный. Поэтому, в принципе, в текущем цикле движения это будет наша крайняя точка до какой-либо более-менее серьезной макаре. Золото. Золото, как видим, четко тестировало уровень, нижнюю границу зоны ликвидности. Мы с вами говорили про этот сценарий неоднократно в течение нескольких дней. Говорили, что это действительно очень интересная зона для того, чтобы нам зайти в шорт. И вот видим, что четко мы от него ударились и тут же отскочили. Соответственно, сейчас, господа и дамы, я рекомендую вам задуматься о том, чтобы найти здесь какую-то точку входа в шорт и отработать не только движение в рамках трендового канала к нижней его границе, но и рассмотреть сразу же отработку дивергенции до нижней зоны ликвидности. Потенциал здесь очень хороший. Где-то порядка 380 пунктов. При этом стоп-лосс, ну, скажем так, если агрессивно ставить стоп-лосс, то он будет порядка 65 пунктов. Если ставить консервативно, то будет где-то порядка, наверное, 130 пунктов. В принципе, 1 к 3, так еще более-менее укладывается в этот сценарий. В любом случае, пока что дивергенция сохраняется, поэтому мы будем смотреть именно на потенциальный разворот золота в нисходящем направлении. Несмотря на то, что это следующий тренд. Идем дальше. Серебро. По серебру у нас примерно похожая ситуация, но с некоторыми различиями. Как видим, здесь по серебру у нас есть какой-то действительно непонятный уровень баланса. Причем этот баланс постепенно сужается. И сейчас вот этой свечой мы пробили линию сопротивления. Поэтому, смотря на серебро, я бы сказал, что оно очень хочет сходить в восходящем направлении к верхней зоне ликвидности. 25.55, 25.77. Но, если серебро пойдет вслед за золотом, а золото сейчас мубит именно в шорт, то, естественно, мы повалимся вниз. И здесь уже целью для нас будет нижняя зона ликвидности. 24.712, 24.491. Соответственно, что мы будем делать по серебру, если находимся не в рынке? Правильно. Будем вставлять лимитные отложенные ордера от нижней зоны ликвидности и от верхней зоны ликвидности. И ожидать, когда цена подойдет к одной из этих зон. В большинстве своем серебро неплохо отрабатывает зоны ликвидности. Особенно вот в этих моментах это видно. Есть четкие реакции. Но бывают, конечно, и вот такие ситуации. Куда же без них? Увы, я надеюсь, что в этот раз все будет сладко. Так что выдерживаемся именно такого сценария. Идем дальше. Нефть марки Brent. Замечательно мы отработали дивергенцию. Сразу же практически полностью потенциал получился очень хороший. Порядка 100 пунктов. И сейчас мы, тестировав уровень минимальной коррекции, двигаемся дальше в направлении шорт. Собственно, с учетом тренда я буду также дальше рассматривать направление шорт как основное. Собственно, потенциал до нижней зоны ликвидности 79.12, 79, 77, 76. Соответственно, если вы смотрите мои отзоры, вчера я рекомендовал здесь закрыть большую часть позиции, остальное перевести без убыток. Так что сейчас вы должны быть в любом случае в шоколаде. А сейчас, когда мы тестировали уровень минимальной коррекции, можно даже еще немножко усилить позицию и выставить какой-то общий стоп-лосс. Ну, где-то посередине, чтобы, если ситуация поменяется, оказаться в нуле. Но, по большому счету, мы смотрим именно в шорт. И потенциал у нас идет до уровня 78.51. Идем дальше. Доллар-рубль. По доллар-рублю открылись мы вчера с ГЭПом все-таки вниз. Оттестировали сразу же уровень минимальной коррекции, которую мы с вами построили. И сейчас цена находится между минимумом и максимумом пятницы и понедельника. Соответственно, что мы будем делать? У нас по-прежнему приоритет в лонг. Здесь, я думаю, вопросов ни у кого не возникает почему. Цели есть отработанные, есть недоработанные и есть совсем уж далекие. Поэтому, конечно же, основным сценарием для нас будет это открытие выгодной позиции в лонг и удержание этой сделки до достижения каких-то конкретных целей. Текущих позиций покупать я не рекомендую. Опять же, это невыгодно сейчас прям покупать. Да, это, конечно, выгоднее, чем покупать, когда цена уже пробьет локальный максимум. Когда цена пробьет локальный максимум, тогда хотя бы понятно, что тенденция снова вернулась в лонг. А сейчас у нас, возможно, трехсоставная коррекция более глубокая под уровень 71.874. Поэтому, с текущих позиций, ребят, я не рекомендую вам покупать. Я рекомендую подождать хотя бы до спуска цены в котировке 71.630. А еще лучше, к уровню глубокой коррекции 71.446. И отсюда уже покупать с идеей достижения глобальных целей. А именно, вот этого диапазончика 74.651.75.165. Это будет более правильно. Так, и биткоин. Биткоин вчера отлично оттестировал верхнюю зону ликвидности. Более того, он даже зацепил и раннюю зону ликвидности, нижнюю ее границу. Как видим, четкий был сигнал входа. И после этого мы глобально спустились вниз. Что мы будем с вами делать сейчас? По сути говоря, те сценарии, которые мы строили, а именно движение от нижней границы зоны ликвидности в верхней, от верхней к нижней, у нас с вами благополучно выполнились. Поэтому сейчас мы занимаем наблюдательную, выжидательную позицию, когда у нас появится удачная точка входа. С таким структурным движением у нас образовался явно нисходящий тренд. И пусть глобально где-то мы среднесрочно вроде как находимся во флете, но если смотреть долгосрочно, конечно же, тренд у нас здесь восходящий, все равно в текущем моменте мы можем отработать еще один цикл снижения до нижней границы, и тем самым оттестировав среднесрочный циклический диапазон. 58, 102, 59 ровно наша цель по нисходящему движению. С текущей позиции покупать поздно и дорого. Поэтому я вам рекомендую дождаться коррекции к одному из уровней, тем более, что каждая из предыдущих размерностей нам указывает на каждый из этих уровней. 62, 901, 64, 199. Наши цели по коррекции, отсюда мы благополучно продаем, и уже после этого ждем достижения нижней границы к этому диапазону. Вот такой несложный сценарий по биткоину. Лонг я пока не рассматриваю, потому что для этого нет оснований достаточно. Да, мы сейчас находимся в районе некоторого уровня поддержки, и вроде как и пивот, и вроде как и хорошее движение было, но все равно с текущей позиции, с учетом того, что мы находимся именно в Апплете, и еще не долетели до нижней границы покупать, я не буду. Вы можете сделать все, что хотите, ваши деньги, ваши права. Поэтому пока что занимаем ожидательную позицию, это будет наш основной сценарий по биткоину. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте подписываться на канал Амаркет, ставить лайки, оставляйте ваши вопросы в секциях с комментариями. Желаю вам всего хорошего, профита.